Лобнинская осень Вышли команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Костромы и, конечно, Лобни Обязательно надо проводить соревнования, это общение идет среди детей, среди коллег Это интересно для жителей города, во-вторых, это идет развитие наших детей и оторвать их от улицы Предыдущий турнир проходил в 2007 году И тогда, помериться силами, съезжались не только российские, но и баскетболисты из других стран Как оказалось, нет причин не вернуться к этой приятной традиции Это чисто технический вопрос Отношения спортсменов, как были контакты на спортивном уровне, так они происходят Баскетболистам, выходившим в дни турнира на поле, всего по 10-11 лет Но, несмотря на небольшой возраст, все они стремятся к большим спортивным достижениям Победить хочешь? Очень Я всегда мечтал пасть в НБА Там играют сильные игроки Я очень хотела с ними выйти на мировую лигу Показать себе, что хороший игрок, чтобы в дальнейшем еще больше приоритетов было Есть для победы и другая, не менее веская причина Мы должны победить ради тренера, чтобы не было стыдно за нас И, конечно, баскетбол способствует развитию хорошей физической формы Для того, чтобы развивать себя У юных спортсменов, уверен тренер, есть все шансы осуществить свои мечты Команда старших имеет шанс победить, как минимум быть с медалями Ну, а малышам, а младшим просто это опыт В турнире приняли участие 6 команд По итогам лучшей признана московская команда трудовые резервы Второе место получила команда детско-юношеской спортивной школы номер 2 из Костромы Бронза в копилке лобнинской команды баскетбольного клуба «Лобня Металлпрофиль» У игроков 2004 года рождения Лучшими игроками турнира в наших командах признаны Данила Холин 2004 года рождения и Валерий Волчонков 2005 года рождения Екатерина Детловская, Алексей Бойко, Александр Михайлов Телекомпания «Лобня» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова